В 2020 году объемы потребления алкоголя в России составили 16 миллиардов литров. Горячительные напитки употребляют более 85% трудоспособных россиян. Растет число выпивающих среди молодежи. Как побороть зависимость? Об этом и не только. Мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, в прямом эфире ТВ программы «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Артем Воронин, председатель общественной организации «Трезвый синдикат». Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. 8-495-508-86-84. Телефон прямого эфира. Кроме того, свои комментарии и вопросы вы можете оставлять также в социальной сети Instagram, где тоже идет прямой эфир. Артем, давайте начнем с самого главного. Чем же занимается «Трезвый синдикат» и что это такое? Хорошо, давайте, конечно. «Трезвый синдикат» — это автономная некоммерческая организация. Такая вот есть форма у нас. Это юридическое, конечно, лицо. Как фирма, только она некоммерческая. Цель не извлечения прибыли, а цели прописаны в уставе. Это, конечно, связано с профилактикой зависимости, профилактикой потребления алкоголя, табака и других прочих всяких интоксикантов. То есть заняться-то нам есть чем по поле деятельности очень широкое. Но основное, скажем так, основное ядро всех наших мероприятий, такое название, это профилактические мероприятия в школах непосредственно с учащимися. В школах, в вузах, в СУЗах. Пока еще можно предотвратить страшное. Да, это первичная профилактика. Мы делаем основной упор, потому что ресурсов очень мало, и людских ресурсов очень мало, подходящих кадров для этой работы. И тем более, еще это, ну, одним словом, ресурсов мало, а дел много. То есть поэтому мы выбираем. То есть можно, грубо говоря, мне было когда-то там 15 лет назад выбрать пойти в реабилитацию, ну, искать, то есть помогать людям, которым нужна помощь по освобождению от зависимостей. Но я сделал выбор в пользу, так сказать, предотвращения. В реабилитации, ну, как бы, специалисты чего-то даже зарабатывают, потому что, ну, проблема, извините, улыбаться здесь, конечно, нельзя даже. Потому что когда есть проблема, то есть за нее, ну, родные, близкие готовы искать специалистов, она ими осознанно, и они идут какую-то помощь искать. А профилактика – это другое направление. Профилактика, она как бы есть, вот, но если присмотреться, то ее, как бы, результатов ее, как бы, и незаметно нигде. Наверное, просто профилактировать нужно уметь. Вот у вас достаточно интересно получается. Да, то есть, как бы, опыт, сын ошибок. Мы очень много работали над тем, чтобы выработать правильный подход. Теоретическое, как бы, ну, наследие еще, там, от Советского Союза и от ученых сегодняшнего дня, оно-то есть, как бы, разработки есть, и все понятно вроде бы. Но нету тех, кто это может использовать. То есть, знания, как бы, есть, но их мало людей, которые могут этим пользоваться грамотно, целенаправленно. Вот, поэтому, ну, наша организация ставит цель. Это, ну, то есть, наша цель, вот мне, я могу вам озвучить ее, все скрывать не буду. У нас есть не пьющие, не курящие люди в стране. Это подростки, например, и дети. Дети, вот возьмем, они родились. Они не имеют ни тяги, ни к чего, ну, за исключением, там, какого-то ничтожного процента детей с синдромом алкогольного плода. У кого-то мама... Согрешила во время. Да, употребляла алкоголь во время. То есть, ну, это мы не берем в расчет. То есть, по большому счету, все у нас рождаются нормальные, свободные. Вот. И надо эту нормальность сохранить. Ну, вот. А как это сделать? Это уже мы делаем на наших... Ну, мы называем это, как бы, так, народное название «Есть уроки трезвости». То есть, это неофициально, ну, как, конечно, в наших документах это и что-то прописано, но, в сущности, это, конечно, народное название для простоты понимания, в том числе и тех, с кем мы взаимодействуем. Потому что, если мы будем использовать язык какой-нибудь науки, вот, для того, чтобы общаться со школьниками, там, не знаю, седьмого класса, да, то есть, как бы, ну, поверьте, то есть, это не педагогично будет просто, они не поймут. Поэтому для простоты картины мы говорим так, это урок трезвости. Но не могу не спросить, как вы к этому пришли? Да, очень просто. Все просто. Судьба сложилась таким образом, что, ну, как бы, особенности, наверное, каких-то личностей, плюс определенный взгляд на окружающий мир трезвый. И сложилось дважды-два. Однажды я пришел в спортивный зал заниматься единоборствами. На меня напал пьяный человек с ножом. Сначала, ладно, давайте. На меня напал пьяный человек с ножом, а рядом был тренажерный зал и каратэ там. Преподавали всякие единоборства. Ну, после того, как мы успешно, конечно, от этого человека убежали, вот, я понял, что я вообще ничего не, ну, как бы, не готовился. Я в жизни как-то наиграл на гитаре, там, другими делами взял. Никого не трогал. А вот, да, как бы, противостоять агрессору, я понял, что я что-то не могу. Решил пойти позаниматься. И там в зале познакомился с ребятами, которые активно на тот момент, ну, как бы, мы с ними познакомились. Они говорят там, ну, ты тоже не куришь, не пьешь, мы тоже там. А ты знаешь, что можно вести уроки трезвости? Это было 15 лет назад. Я говорю, что? То есть даже я представить не могу, что вообще такое бывает. Я говорю, да, это вот в школах востребовано, там, вот, волонтеры такие. Ну, там еще не было слова волонтеры, а, как бы, добровольцы, там, приходишь, и можно детям рассказать, что ты не куришь и не пьешь, и что это нормально. Приблизительно так. Я сказал, знаете, что, нет, я не пойду. Я говорю, я не... Это в школу, там, дети будут, подростки, это, знаете, как бы... Я никогда, да. Ну, да, публичные выступления, страх публичных выступлений у людей у многих и так присутствует. Я, конечно, играл в рок-группе на тот момент, и людей как бы не боялся, но... Но объективно, я думаю, это уже перебор. В школу, снова в школу, у доски стоять. Вот, там, фотография, да. И я думаю, нет, это не по мне. Но потом у меня совесть, нет, совесть. Они меня почти насильно затащили, конечно, в кавычках, да, что давили мне на совесть. Да что ж ты такой-сякой, ты бы мог столько пользы принести людям, а ты... Я думаю, польза, польза людям я бы хотел, конечно, принести. Ну, и пошел с ними сходил разок, посмотрел, как бы страшно было, конечно, но потом думаю, ладно, возьму себя в руки и прорвемся. И как бы вопрос этот отложился вообще. А потом ребята эти перестали этим заниматься и дали мой номер в школу, как будто, если что, звоните ему. И мне звонят из школы, говорят, так, вот, нам надо, чтобы вы пришли к нам, у нас какой-то там день здоровья. Я говорю, я думал, думал, говорю, я вам перезвоню. Перезваниваю через некоторое время, говорю, ладно, я согласен. Ну, и начал экстренно готовиться, ну, по тем материалам, которые мне были доступны. И даже та работа в том состоянии, учитывая мой уровень компетентности на тот момент, вот такой, все равно была польза только лишь потому, что пришел человек, который искренне соответствует тем стандартам, о которых заявляет. То есть, ну, я как бы пришел, говорю, ребят, так и так, алкоголь – это яд, грубо говоря. Они такие, ух, что вы говорите, а как же так? Вот, ну, вот так оказалось яд. Они такие, ну, что? И вот ребята эти, с которыми я первыми начал работать, вышли в 11 класс в итоге, ну, дошли до 11 класса, и у них был трезвый выпускной. Они отказались от алкоголя на выпускном, хотя родители купили, ну, там, в ресторане шампанское, вино и так далее. А ребята сказали, да, нам не надо. То есть, ну, это как бы был такой уникальный относительно случая. Нет, у нас есть практики такой и после. Ну, и время было, наверное, немножко не то, 15, там, 13 лет назад где-то, да. И сейчас, конечно, поагрессивнее информационная среда, тогда было попроще. Вот. Но результат был. Трезвый выпускной. Я как-то понял, что надо, это действительно польза. То есть, ребята выбрали совершенно иной путь. То есть, это будут трезвые мужчины, трезвые отцы, трезвые мужья, которые никогда не травятся, ничего никуда не пропадут по вине алкоголя. Это будут трезвые отцы, это… Да, и, соответственно, девчонки будут тоже совершенно очень ценное качество в себе вот это иметь, эту трезвость. Ну, смотрите, мы программу начали с того, что 85% трудоспособного населения России все-таки алкоголь употребляют. Вот как вы думаете, почему такая большая цифра? Цифра, на самом деле, серьезная. Ну, да, цифра, конечно, серьезная. И так вот, если объективно посмотреть, если эти данные там точно верны, то, может быть, это даже уже и какая-то положительная тенденция наметилась. То есть, это меньше, чем было. То есть, да, это как бы меньше, чем было. Ну, я вам скажу так, там, 10 лет назад прихожу в школу, там, ребят, у кого мама не курит и не пьет? Ну, так, грубо говоря, вот такой посыл. Никого нет таких, что? Типа, дети сидят, как это? Как это вообще? То есть, ну, как бы, уже вообще не встречалось. Сейчас это встречается все чаще. То есть, ну, как бы, годы идут, информация, это о том, что… Это, грубо говоря, о том, что это вредно, она в открытом доступе, в принципе. И не только моя организация занимается распространением вот этой правдивой информации. И поэтому то, что 85%, может быть, это уже и неплохо. Это уже тенденция, как бы, к сокращению плавно идет. Хотелось бы, чтобы она ускорилась, конечно. Потому что количество на душу населения все равно, спирта очень много выпивается. И Всемирная организация здравоохранения говорит, 8 литров в пересчете на чистый спирт на душу населения ведет к безвозвратному угасанию этноса. У нас когда 8 литров-то было вообще и меньше? Не знаю, там, 20-30, не знаю, 5 лет назад или как. То есть, эта цифра, она фантастически кажется. Ну, то есть, давно это было. У нас там 17-18, 15-13, где-то так. А Всемирная организация здравоохранения говорит, что безвозвратное угасание этноса. То есть, они же не с потолка эту цифру-то берут. И угасание этноса-то вообще-то идет. То есть, это тоже, к сожалению, но объективная реальность, с которой нам приходится, наверное, жить и предпринимать какие-то решения. А вот что нужно предпринять для того, чтобы ситуация стала еще лучше? Конечно, наверное, к безусловно Трезвой России мы не придем. Все равно будет какой-то процент. Но вот чтобы все меньше, меньше, меньше. Ставить такую цель, понимаете, есть вещи, которые там недостижимы, да? А есть вещи, которые достижимы. Трезвая Россия достижимая вполне перспектива. Ну, то есть, понимаете, некоторые говорят, это всегда было, есть и будет. Ну, это какая-то типичная фраза, лукавство, я бы назвал, как минимум. Потому что... Это предрассудок, наверное. Да, предрассудок, стереотип. И как мантра повторяется, что, мол, не делайте, не трогайте ничего, все так было, есть и будет. Ничего подобного. Если так будет, как сейчас, то скоро уже не будет тех, кто сможет оценить по достоинству последствия такой преступной халатности, которая у нас происходит. Нет. Перспектива есть. И это достижимо. И если работать на результат, если поставить цель, определить ступеньки, как к ней подойти, направить туда ресурсы, и можно достичь результат. Вот просто, вот мы работаем сейчас в условиях очень тяжелых. Я как директор организации хочу сказать. В чем эта тяжесть заключается? Смотрите, нам нужно не только убеждать школьников. Школьники, вот они учатся, у них есть учебники пятого класса по ОБЖ, я потом покажу, что в них пишут. Нам нужно не только убеждать школьников, даже я уже неправильно сказал, не убеждать, а переубеждать. Если бы мы пришли вот к ребятам, которые ноль, вообще про алкоголь никогда не слышали, про табак не слышали, и они-то как бы сидят нулевые, и тут все переживают, а вдруг мы, эти общественники и всякие специалисты по профилактике, привлечем внимание детей к алкоголю и табаку, и они вместо того, чтобы его не пить, наоборот, заинтересуются и начнут употреблять. Это тоже как бы, ну, может быть, какие-то очень непрофессиональные, недалекие люди. Ну да, не знаешь, значит, нет проблем. Да, может быть, они это и сделают, конечно. Я даже цитату могу привести, тут я сегодня готовился к эфиру. Сейчас покажу вам, тут очень интересная есть фраза. У вас книжек на столе много, разные. Да я для общего развития взял, если попадется, я вам покажу, пока не буду. Идиот, грубо говоря, в любом деле напортачит, и это не значит, что, например, программа плохая. Возьмите самую лучшую программу по профилактике, дайте ее в руки человеку, которому... Не очень компетентен, так скажем. И он ее плохо проведет. А потом можно оценить, сказать, ну, видите, программа плохая. Не работает. Да, программа не работает. Но программа-то в сущности хорошая. Важно, кто ведущий. Конгруентность ведущего – очень важный фактор. Поэтому достичь мы можем. Но в чем трудность работы? Нам не только нужно переубеждать школьников, у которых уже есть убеждения, но в пятом классе дети, грубо говоря, там, ну, большинство считает, что употребление алкоголя – это нормально. По праздникам. Это что, пример взрослых? Или телереклама? То есть они, ну, они же не слепые, не глухие. Они видят все и везде, и на улице, и в телевизоре. Они видят врачи, интерны всякие там, сериалы. Там врачи пьянствуют. Перед Новым годом телевизор не включи иронии судьбы, или все про пьянство, любые комедии, которые сейчас чуть не выходят, свадьба, все-все-все, все праздники как бы сопутствуют алкоголь. То есть этот стереотип, он как бы как, ну, молот просто. Вот он долбит, долбит пока. И дети как бы, ну, они что? Они этот его впитывают. Ну и, конечно, есть там в семье тоже, да, как бы. Если в семье это считается нормальным, почему ребенок должен считать, что его родители ненормальные? То есть как бы для него это норма. Он склонен их оправдывать тогда. И теперь, вы говорите, приходится переубеждать. То есть дети не нулевые. Мы приходим, и нужно донести до них простую истину. Вот смотрите, учебник пятого класса, ОБЖ, актуальный учебник, академически хороший. Вот. Если так будет видно, я тут и выделяю. Если подержите подольше, оператор сможет взять крупный план. Куда держать? Куда держать? Да-да-да, сейчас вот так отлично держишься. Сейчас операторы наши поколдуют. Да, черным по белому, ну, черным по зеленому сегодня уже написано. Я использовал выделитель. Алкоголь или этиловый спирт является наркотическим ядом. Вот очень короткая, но емкая фраза. И что с ним в следствии надо делать тогда, когда тебе предлагают выпить алкоголь? Ну, это я к ребенку такой вопрос, да? Что он о нем знает, если он убежден, что это яд? И к тому же наркотический, то есть наркотик, да? То есть, ну, если это осознанно, то он скажет, нет, спасибо, зачем мне яд, да? У нас у ребенка другие убеждения. У нас, к сожалению, мы имеем даже, где говорят, да это не яд, да он не наркотический. Ну, то есть, если в пятом классе, вот на это я обращаю внимание, в том числе на этот учебник, да, и детям доказываю простую вот эту, ну, убеждаю их, что это именно так, что это научно, что это не фантазия, то, приходя в 10-11 класс, вот просто, вот мы пришли первый раз, до этого я у них не был, то я сталкиваюсь с тем, что они не верят, что алкоголь – это яд, и тем более наркотического типа, вызывающий зависимость. Не верят настолько, что они будут спорить, вот упрутся. Даже я показываю 10-классникам учебник пятого класса, и говорю, ребят, ну, в пятом же классе написано, что это. А как же огромное число алкоголиков, это же люди с зависимостью. Они говорят, так это их выбор, это их выбор. То есть хотят пьют, да, если бы не захотели, бы не запили. Недавно еду по дороге, на мосту лежит человек, вот лежит, все. Я думал, его сбила машина, я остановился, как бы пошел проверить, а он пьяный. Ну, повезло, машина его не сбила. Я его в стороночку стащил, вызвал скорую, приезжает скорая, фельдшер выходит. И с такой, знаете, так, о, там местный алкоголик, там, ла-ла-ла, вставай, проваливай отсюда. Я говорю, так он не может встать, у него алкогольная интоксикация, тяжелейшая алкогольная комната. И фельдшер должен это прекрасно знать. Да, вы же, да, понимаете, говорю, алкоголь, это же яд наркотического типа. Он такой, да ну, скажете тоже, я вот тоже выпиваю. Я говорю, ну, вы, наверное, тоже планируете скоро валяться на мосту, я вас стащить не смогу, вы намного крупнее, чем этот пьяница. Вот, то есть, ну, фельдшер там закурил, закурил водитель, дали этому сигарету тоже. И я смотрю, как бы, а, ну, это общество, это вроде люди с медицинским образованием. Ну, это отдельная песня, да, ну, на них же тоже люди ориентируются. Ну, врачи же тоже курят, например, или выпивают. Все верно. Я участник медицинской конференции «Алкоголь, алкоголизм и последствия». Сейчас расскажу смешную историю. Ну, я к ней, по крайней мере, с юмором отношусь сейчас, а вообще там смешного-то мало. Пятая ежегодная медицинская конференция «Алкоголь, алкоголизм и последствия», организованная Всероссийским обществом по изучению печени, председательство, это академик Ивашкин, профессор там и так далее, и так далее. И, короче, 250 врачей-гастроэнтерологов со всей страны съехались. Обсуждают ужасные ужасы. Я вот слабонерван, на это нельзя приходить на такие конференции, потому что там было результаты биопсии, вскрытие. С картинками, наверное. С картинками такими, что там я чуть самому плохо не стал. 8 часов вот такого вот, как алкоголь попал в печень, тут вырабатывается цитон, снова попал в мозг, там понижение. То есть это все сложнейшие вещи, которые, ну, то есть они там все обсуждали. В итоге кофебрейк. Мы начинаем, а я был с товарищем тоже, который занимается профилактикой из общего дела, Олег Олегович Моисеев. И мы с ним пошли на кофебрейке расспрашивать народ. Говорю, вы там, а вы употребляете врачей? А вы как сами? Ну, понятно, что алкоголь это ужас какой. А вы употребляете? И там, да, употребляем. Мы думаем, ну, всех мы не опросим на кофебрейке. Потом выдалось в конце минутка, перед завершением конференции, академик Ивашкин говорит, есть у кого-нибудь вопросы? А все уже устали, сидят вот. Как бы думают, главное, никто не задавал вопросы, все молчат, потому что, ну, уже как бы устали люди. И тут мы такие, можно вопрос? Ну, можно, что сказали же вопросы. Пока можно вопрос аудитории. Поднимите руки. Вот вы вот сейчас 8 часов. Мы все убедились, да. Академик Ивашкин сказал, что безопасных доз не существует. Это вывод метаанализа, то есть совокупного метаанализа как международного, так и отечественных научных исследований. То есть, ну, вы же врачи, мы же вот, да. Кто не употребляет вообще? И так смело поднимают столько людей. Человек 6 где-то из 250 подняло. Вы хоть честно ответили. Да, но те, которые 6, они сели ближе тогда, и они так видят спереди, никто, кроме них, не поднимает. Они так оборачиваются. И так, как бы, знаете, ну, страшно стало, да, как бы, что один против всех, видимо, какой-то такой инстинкт, статное чувство. Ну, что? Ну, врачи. Ну, вроде знают. Знают и применяют. Это ведь не одно и то же, да, как бы. Ну, вот человек знает правила дорожного движения, но проезжает на красный. Знает, но не пользуется. Он говорит, ну, чуть-чуть же можно. Ну, нельзя. Ну, чуть-чуть же можно. Ну, по праздникам. Почему-то на красный проехал гаишник, остановит его. Почему-то пересек двойную сплошную. А он говорит, ну, так праздник же. Ну, как это объясняет? Нарушение. Ну, это еще, я понимаю, юридические законы, это еще так. Это людьми писано. А есть законы природы, физики, химии. И здесь уже никак не повлияешь. Да, это невозможно отменить эти данности. То есть алкоголь, наркотический яд, нейротропный, протоплазматический, яд мутагенного типа. То есть там, если разворачивать эту всю тему алкоголя, это токсин. Наука наркология говорит вообще там сразу, они так аккуратно пишут о том, что, ну, алкоголь, конечно, с точки зрения здравого смысла, следует отнести к токсикоманиям. То есть, ну, к употреблению алкоголя. Токсикомания. Одна из наркоманий. Токсин. То есть вообще нет ничего хорошего. Но, поверьте, если с пятого класса просто и доступно, а мы сейчас прямо, вот моя программа с каждым, ну, не программа, а вот как бы метод, что ли, преподавания урока, он с каждым годом у меня только упрощается. Я откидываю лишнее, и он все проще и проще и проще. Потому что вначале казалось, сейчас мы придем, расскажем детям много-много вот этих фактов, и как они все поймут. А потом, ну, когда я педагогическое стал получать образование, я понял, что, а, это не педагогично, то есть это слишком большой объем информации, дети же не роботы. Вот так, кстати говоря, хочу предложить нашим телезрителям посмотреть, ну, фрагменты, конечно, одной из ваших, назовем это лекций, в Одинцовской библиотеке номер один на заседании клуба преодоления. Внимание на экран. Бьет сильно. Представьте себе, если там палец, это, скорее всего, будет больно очень. И, смотрите, если бы это был просто удар, если бы наркотики, вот это были просто яды, то после удара человек просто больше не хочет туда попадать, и свободен пошел, и тем более теперь будет обходить это стороной. А зависимость, яды, вызывающие зависимость, это как бы челюсти, которые не размыкаются. Никотин, алкоголь и тем более наркотики, это яды, не устает напоминать специалист Одинцовского молодежного центра Артем Воронин. При этом подчеркивает, из мышеловки вырваться проще, чем побороть зависимость. Справиться с болезнью самостоятельно шансов мало, поэтому лучше сделать все, чтобы ее избежать. А для этого достаточно здравомыслить. Алкоголь не по идее, не должен быть в шаговой доступности, а он у нас находится пока еще в такой зоне шаговой доступности, куда человек не сделает шаг из дома. Из подъезда спустился, магазин, там алкоголь. За продуктами, ну надо же нам за хлебом сходить, за продуктами питания кушать надо три раза в день как минимум. Вот, мы приходим в магазин и неизбежно сталкиваемся с навязчивым вот этим вот на кассе, они вот повесят, где-нибудь поставят какой-нибудь вот постоянно тут сигареты сверху свисают и так далее. Выступление на тему «Трезвый образ жизни» — это часть заседания клуба преодоления. Эпидобстановка, наконец, позволила собраться его участникам офлайн в повестке, как всегда, только важные вопросы. Самая главная задача наша и вообще всех органов системы профилактики — это сохранить для ребенка семью, семью биологическую, естественно. Но для того, чтобы ребенку жилось комфортно в этой семье, нужно, чтобы родители занимались воспитанием, содержанием, для того, чтобы дети жили в любви. Вместе проводить время, доверять, разделять интересы и заботиться — этому учатся члены клуба преодоления, друг у друга и с помощью специалистов. Кстати, совместный досуг тоже способствует укреплению семейных связей. Финал заседания — игра, в которой приняли участие не только дети, но и взрослые. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о трезвости 8495 508 86 84. Звоните и задавайте ваши вопросы. Артем, книг у нас на столе очень много, в том числе детских. Вот расскажите, зачем вам «Чебурашка» и «Крокодил Генов»? Там еще и дядя Федор, и его папа, и вся команда вместе с котом Матроскиным. Это пример, то есть просто откуда, вот вы спрашивали, откуда эти установки вообще дети получают. Ну, не будем указывать пальцем на отдельных личностей. Есть, например, конкретно массовая культура, в том числе и детская литература, и детские мультфильмы, и куча всего, что содержит в себе на самом деле, ну, самый настоящий продакт-плейсмент. Вот, не знаю, заплатили ли за это автору, но... Или воображения не хватило. Нет, здесь конкретно я по тексту просто покажу. Вот, «Крокодил Гена», известный персонаж, это вот книжка, обыкновенный Эдуард Успенский, самый обычный, никакой не пародийный, обыкновенная книга. «Крокодил Гена» с «Чебурашкой» в праздники поздравляют детей, да, поздравляют детей. И как Снегурочка Дед Мороз. Здесь написано, родители обычно благодарили Гену, обнимали и предлагали выпить. О, Господи, что же они ему предлагали выпить? Посмотрим на следующую страницу. Но ситуация вот такая, всё подтвердились наши опасения. То есть не чай они предлагали. Совершенно не чай и не компот. Но «Крокодил Гена» отказывается от алкоголя, говорит, что капля алкоголя убивает «Крокодила» и двух «Чебурашек» приблизительно. Пытался пошутить автор. Да, но люди-то, ни «Чебурашки», ни «Крокодилы Гены», понимаете. А, видимо, судя по всему, этому румянному папе, вот этому, нормально, ему уже нормально. Правильно, он же не умер. Раз предложил-то, да. Да, то есть всё, детская книжка. А какая про Фёдора, это вообще, ну, про, конечно же, просто это очень страшная история, его можно так рассказать. Тёмной-тёмной ночью в тёмной-тёмной деревне, где совершенно не горит ни одно окно. Ну, помните, дядя Фёдор пришёл, дом-то был заброшен. Да-да-да, обживался. Деревня была вымершая. А почему вымершая? Сейчас мы разберёмся. Остатки, так сказать, ещё недобитые деревни. Ну, как бы видно, да? Ёлка была украшена, это по тексту, всем, что подходило, похоже было на игрушки. Блестящие банки из-под пива, и на рисунке так и нарисовано. Ёлка с банками, вместо звезды сверху тоже банка из-под пива. Вот интересно, почему не из-под газировки, например? То есть, да, такое целенаправленное убеждение детей, что, понимаете, стереотип. Новый год обязательно надо пить, шампанское и так далее. Ну, может быть, это кажется, может, это детское шампанское. Нет, беритесь за бокалы с шампанским. Детское шампанское тоже, знаете ли, сомнительный вариант. Я даже не случайно это вспомнил. Детское шампанское. Понимаете, есть сейчас всякие тренинги, тренажёры. Допустим, решил человек научиться летать на истребителе. Там военный пошёл в училище. Ну что, его сразу посадят за руль истребителя. Ему дают тренажёр. Там всё, реальность, да всё похоже и так далее. Даже, наверное, автошколы, наверное, уже используют тренажёры. Тоже компьютерная графика позволяет. Везде есть заранее подготовка. Можно потренироваться, прежде чем всерьёз. Учебную гранату кидают сначала учебную. Кто придумал, а не производители алкоголя придумали для детей алкотренинг? Детское шампанское. Вот схема проста. С пяти лет, с трёх, не знаю, с четырёх родители покупают на праздники детское шампанское. У детей маленький столик шампанское. Они чокаются. Я это всё видел собственными глазами. Пришёл к сыну на день рождения. Там родители такое делали. Я просто понаблюдал, как будет вести мой ребёнок себя. Ну, так вышло, что мой ребёнок-то, понятно, знает, что это я. Ну, вообще, как бы, даже на форму бутылки искал, я не буду. Другие дети такие, ой, это шампанское. Мы как взрослые. Да, там чёлкались всё. А теперь, смотрите, идут годы. Представьте себе 16-летнего мальчишку. Ура, мы уже взрослые. Да, ну, представляете, такой большой, высокий, двухметровый гражданин. И вот в день рождения у него пригласил друзей домой. Мама его сажает за маленький столик. Даёт ему бутылку детского шампанского, там, Микки Маус, всякие там эти шарики нарисованы. Ему станет неловко. Он скажет, ну, мам, тут мои друзья такие, мы взрослые, ты мне детское шампанское. Как бы, ну... 16 лет как-никак. Да, ну, да. То есть, и как бы уже намёк на что, да? Мы как бы переходим во взрослую уже жизнь. То есть, тренинг, это ужасно. То есть, этот тренинг, он проходил годами по праздникам. И, ну, это уже в подкорке, в стереотипе. Как же этому противостоять? Потому что, да, агрессивная информационная политика, кино, действительно, ну, кино уже не запретишь. Там, несколько, да, десятилетий мы смотрим эти фильмы. Что делать? Как оградить своего ребёнка? Ну, я надеюсь, нас смотрят люди, которые относятся к лицам, принимающим решения. Ну, надо цели направленные, да, в кино надо это уже устранить. Ну, мы сегодня не в кино общаемся. А ресурсы, ну, вот, смотрите, на всю Московскую область, я тут подводил статистику, в Министерстве образования спросили, а что такое уроки трезвости? Они там, ну, как бы, иногда забывают это. Ну, вот, что такое уроки трезвости? Им нужно на языке чиновников, ну, рассказать. Это первичная профилактика употребления психоактивных веществ в молодёжной среде, там, ла-ла-ла. Вот. И мы писали тут пояснительную записку на этот счёт. И за три года, или там, за четыре, мы провели в Московской области, а мы работаем в Одинцово в основном, и в Одинцово, ну, тут, так сказать, нас привлекли за счёт того, что я работаю в Одинцовском молодёжном центре. Но ещё очень много для правительства Московской области мы делаем совместной работы. То есть я, как бы, мотаюсь туда, по нашему региону, во всех уже городах был за три года, где только можно и нельзя. В школах провожу эти уроки. Ни разу ни одного отрицательного отзыва. То есть, ну, как бы... А когда выезжаю за пределы Московской области, там люди как-то, ну, что ли, не такие толстокожие, но как бы нет такого, видимо, информационного прессинга, и как-то жить попроще народу. Я вот ездил в Карелию, в республику, я там проводил уроки. Вот в школе провёл с пятого по одиннадцатый, все классы прочесал в одной школе. Результат? Ну, скажем так, давайте, 95% школьников прям солидарны с нами, всё, они никогда не в жизни собираются даже начинать. То есть, это прям вот явление, то есть, массово, если меня запустить в Карелию на какое-то время, да, там, то там всего 609 тысяч населения всей республики. Я думаю, что там за полгода я эту республику сделаю трезвой, что дети вообще не будут даже думать и в эту сторону, чтобы начать травиться алкогольным табаком. Здесь у нас сложнее, здесь как бы более информационное. Но, я почему говорю, мы провели 3,5 тысячи уроков за несколько лет. Это всё равно капля в море. Но в этом всё равно будет результат. И если там финансово считать, надеюсь, алкогольные, так сказать, представители бизнеса сейчас не смотрят и поймут, ну да, вам будет убыток в будущем, потому что... Можно перейти на что-то другое. То есть, нет, дети, да, вы можете просто готовиться пока плавно и переводить ваши мощности на производство... Соки. Соки, да, воды, ну или так далее. Ну, конечно, там столько не накрутишь, как на торговле ядами, вызывающими зависимость. Это понятно. Тут зависимость на руку очень играет. Но у нас нет выбора другого. Демографическая ситуация такова, что как бы, если не предпринять кардинальные меры, нас ждёт вымирание. Владимирская область просто уже в открытую, все говорят, мы вымираем, вымираем, вымираем на каждом заседании крупного. Этот вопрос звучит. В Московской области мы так не вымираем сильно, потому что к нам все из Владимирской едут, из Ярославской, из Тульской. У нас как бы есть приток населения извне. Но алкоголь, помимо, помните, он мутаген, да? Это страшнейшее... Да, это будущее поколение, которое не будет здоровым. Это сильнейшее воздействие тоже. То есть очень большой негативный вклад в репродуктивное здоровье вообще, вообще в атмосферу в семье и прочее, прочее, прочее. То есть, как бы, если мы не начнем с этим бороться, других здесь героев, кроме нас, вот там деды наши фашистов победили, ситуация была намного хуже. Сейчас нужно просто включить голову ради будущего наших поколений реально. То есть эти дети, которые у нас сейчас идут в школу, они имеют право жить трезво. Не надо. Вот нужно остановить вот этот, ну, скажем так, программирующий такой вот мощный посыл скрытой рекламы, продакт-плейсмента. Если мы позволяем рекламировать безалкогольное пиво, вот как общество, мы что, не понимаем, что этим рекламируется обычное пиво? Ну, это основа маркетинга вообще. То есть, и как вы думаете, если это реклама, никого ни к чему не привлекает, зачем же алкогольная компания платит за нее деньги, если это беспалковая реклама? Конверсия, всем известное слово в маркетинге, да? То есть, если конверсии нет, зачем за это платить? Раз платят за рекламу алкоголя в фильмах, в детских фильмах, в Marvel, в комиксах, ну, по комиксам, из этой фильмы, железный человек пьет шампанское, так же, как и папа дяди Федора, у них есть что-то общее. Он ученый, наверное, тоже, судя по бороде. Вот. И железный человек там тоже пьет шампанское. Ну, если бы он выпил шампанское и сел в свой скафандр, он бы никуда не прилетел, он бы везде промахнулся, и мир бы не спас, потому что алкоголь – это депрессант, педаль тормоза для нервной системы. Ну, ничего удивительного, а он там раз... И герой. И еще и умен. А алкоголь – главное свойство. Оглупление. Ну, как может вот это два сочетаться? Абсолютно. Смотрите, майские праздники у нас выдались неожиданными, да, и прошелся такой слух, что на майские праздники запретят продавать алкоголь. Вот как вы думаете, насколько такая кардинальная мера была бы оправдана, если бы, например, по праздникам запретили продавать алкоголь? И можно ли такими запрещающими приемами хотя бы, ну, вот эти цифры 85% снизить? Можно, во-первых, снизить смертность, потому что, по данным Александра Викенчича Немцова, это опубликовалось и в газетах в крупных, в московском комсомольце, и просто об этом есть много информации, его работы есть в интернете, можно почитать. Самая высокая смертность от насильственной по праздникам, то есть в Новый год, это если посмотреть по смертности, в связи с потреблением вот этого алкоголя массово, все чуть-чуть по чуть-чуть, в связи с этим смертность возрастает насильственно в несколько десятков раз, наверное. Ну, скажем так, если в среднем в сутки умирает 2000 от алкоголя, алкоголе-ассоциированная смертность в России плюс-минус, то в праздник Новый год, и там около него, в день может в сутки умереть 7 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч человек. И это все предотвратимая смертность. То есть этого могло не быть, но произошло только, это же именно алкоголь-ассоциированная смертность. И это люди в трудоспособном возрасте, это чьи-то мамы, папы, дедушки, бабушки. И вот в этом Новом году произошла трагедия страшная. Ну, для меня страшная особенно, потому что я этого человека знал лично, который погиб. Ну, она прогремела на всю Московскую область. 1 января на трассе А-108 пьяный водитель врезается в скорую, в полицию, и погибает один сотрудник полиции, сотрудник ГИБДД, и фельдшер. Фельдшер Юлий Волков должен был 1 января прийти на трезвую пробежку, на праздник, который, ну, спортивный, то есть встречать Нового трезвого, который мы организуем. А он не пришел. А мы всегда дарим медали, уникальные. И когда я потом эту новость услышал, я увидел фотографию его, и 360 в Подмосковье, они взяли фотографию с нашего праздника, с прошлого года, где он стоит возле елки, и у него две медали за трезвую пробежку, за прошлый и прошлый год. То есть, как бы, человек не пил, не курил, окончил медицинский колледж, пошел людям помогать и стал жертвой пьяного водителя, который выпил-то чуть-чуть по праздникам. И это же ничего страшного, можно же праздник. Можно за руль себе дать разочек. Почему ты? И теперь тот человек отправился в тюрьму, сын его остался без отца, ну, соответственно, родители Юлия без сына, и так далее. И в таком случае ГИБДД тоже, поверьте, был неплохой человек, тоже с ним я знаком, через друзей. То есть, трагедия. И это выпиющие трагедии каждый день. То есть, новости, если подписку смотреть, вы увидите, катастрофа на катастрофе, пьяный то, пьяный все. Пьяный застрелил девочку через дверь, пьяный там выбросил ребенка трехлетнего в окно. Ну, то есть, это вот просто бесконечное количество ужасных трагедий, которые могли бы быть предотвращены, если бы люди... То есть, ну, что вы думаете, сразу люди становятся пьяницами? Нет, конечно. Нет, конечно. Их путь лежит через... Это долгий путь. Их сначала втянули, сказали, это же только по праздникам. Ну, и они начали по праздникам. Потом оказалось, что на стране праздники. Чуть что. Каждый день праздник. А вот майские праздники были. Десять дней праздники. Что, десять дней пить, что ли, теперь? Как в том фильме. День Бастилии прошел сухой. Да, и получается, у нас вот так вот. Первое января, потом 23 февраля смертность, потом и так далее. В некоторых регионах практикуются дни трезвости. Я писал письма в Московскую областную думу председателю комитета по здравоохранению Голубеву. Ответ пока пришел невнятный, но, надеюсь, мы с ним еще как-то более серьезно обсудим это. Я ему писал про Юлия Волкова. Я говорю, давайте вводить дни трезвости. Ну, не начнем с Нового года. Давайте хотя бы День защиты детей. Ну, да, потихонечку. Первое сентября. Девятое мая. Ну, просто, чтобы, знаете, никто случайно не опозорил на этот праздник Победы важный, да. И так, ну, то есть, можно подобрать. Да даже 23 февраля. Ничего такого. Защитники Родины, да. Ну, пусть они будут защитниками и в этот день, а не валяться где-то там. День десантника предлагают тоже. Трезвый день. Чтобы вообще алкоголь не продавался. И во многих регионах это присутствует. Ограничительные меры можно добавить. Знаете, у нас федеральное ограничение торговли алкоголем можно торговать у нас в Московской области с 8 до 11. То есть, Московская область может принять, подсжать немножко это. И это даст результат, поверьте. То есть, спросите алкогольный бизнес, вам сжать или побольше расширить? Те, кто говорят, о, это того, что вы сожмете, меньше пить не будут. А вы спросите алкогольный бизнес, ну, давайте тогда сожмем, меньше же пить не будет, давайте сожмем это время, меньше же пить не будут. Они завизжат, извините за выражение, как резаные. Нет, оставьте нам. Чем больше мы продаем, тем больше мы продадим. Чем больше точек у нас будет и чем они будут стоять на пути в шаговой доступности, тем больше мы продадим. Артем, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Мне кажется, что наш с вами разговор нужно будет продолжить в одной из следующих программ. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Может быть, кого-то мы сегодня в чем-то убедили. Очень на этом надеемся. Всего доброго. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...